Махачкала, Ростов-на-Дону. Около тысячи километров дорог и 15 часов в пути. Три гружённые фуры с гуманитарной помощью доехали до места назначения без проблем. Дагестанскую колонну встретили десятки людей. Среди них как местные чиновники, так и студенты-добровольцы, готовые оказать помощь в разгрузке и сортировке гуманитарного груза. В моём понимании, вы практически первый из регионов, кто быстро мобилизовался и успел довезти. Мужики в основном там остались, они мобилизованы. В основном пришли семьи с детьми, семей много-многодетных. Там сейчас на ПВРах, правда, детские сады впору разворачивать, и поэтому вообще спасибо огромное за то, что приехали. Когда я увидел, что вот машины, которые 05-я серия, которые начали заезжать, я понял, что это наши, настоящие, близкие наши друзья. Республика Дагестан заехал сюда. Три фуры огромных, дружеские, настоящие, настоящий, гостеприимный дагестанский народ. Обнимаю их, я очень люблю. Гуманитарную помощь на месте уже ждала спецтехника. Общий вес груза – более 50 тонн. Более 30 тонн продуктов питания выгрузили в единый центр приёма гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону. Уже отсюда их распределят среди беженцев Донецкой и Луганской области. Помимо этого, для беженцев дагестанцы привезли более 20 тонн бутылированной воды и 3000 комплектов взрослой и детской одежды. На самом деле мы даже не объявляли большого сбора о том, что мы планируем провести такое мероприятие. То есть нам хватило буквально за несколько часов обзвонить наших попечителей, меценатов, которые всегда нас поддерживают в такие трудные минуты, проведение таких акций, которые понимают, насколько это важно и необходимо быть рядом, оказывать помощь в трудные минуты людям. И за счёт наших спонсоров и меценатов мы смогли организоваться за сутки, собрать и приехать в Ростовскую область. И хочу сказать, что нас и сопровождали весь путь с Дагестана до Ростовской области, сопровождали те же меценаты. Мы были сначала по завершению этого мероприятия с нами вместе. Подобные благотворительные акции по мере возможности будут продолжены, подчеркнули в фонде «Инсан». Также отметим, что Муфтия Дагестана в первые же дни после сообщения о прибытии беженцев в страну призвал жителей республики при необходимости оказать помощь и приютить у себя жителей ДНР и ЛНР. Сами переселенцы надеются, что после принятия России независимости двух областей они в скором времени смогут вернуться на родину. Хамз Нурмагвидов, Камиль Магаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ростов-на-Дону.